Привет, мои дорогие подписчики! Ну что, как многие из вас догадались, да, мы взяли этого Infinity FX35. Встречайте! Ну что, ребят, прошла ночь, я приехала за Infinity. Да, вот она стоит, вот он, красавчик. Вы посмотрите только, гляньте, гляньте. Уф, уф. В общем, почему пришлось ждать целую ночь? Потому что здесь стояло газовое оборудование, которое было не особо исправным, на которое не было документы. Поэтому мы договорились с владельцем машины, что он снимет это газовое оборудование, что он и сделал сегодня. Сейчас я проверю, если все хорошо, все заводится, все работает так же, как и работала вчера на бензине, то все, мы рассчитываемся, и я забираю ее. Забираю и после чего поеду уже на оформление. Так, ну что, я залезу в машину и буду вам отсюда все рассказывать, потому что у нас сейчас в Ростове на самом деле немножко похолодало, и очень холодно стоять там и рассказывать, особенно когда снег тебе сюда. Рассказывать какие-то технические характеристики, делать на эту машину обзор я не буду сейчас, потому что этих обзоров на ютубе очень много. Их делали все, кому не лень. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что это за машина, и если кто не знает, эти технические характеристики можно посмотреть. В общем, суть в том, что я вам расскажу, как мы ее купили, сколько она стоит и почему она столько стоит. Нашел интересную такую прихолюху тут. Вот когда просто в занос хочешь пойти, ну вот даем горзу, да? И вот она, срабатывает кнопка SLP или как-то так загорается, ну и все, педаль пропадает, как газ не дает. Нашел такую кнопочку здесь, VDC. VDC OP. Вот, отключаешь VDC, сумму не чуть-чуть такое. Включение системы динамического вождения. Вот, и все, и сразу машинка отлично идет просто за нос. Да-да, гораздо веселее. Динамично наматываемся на столб Не, ну так, конечно, он вообще такой сексапильный На 20-х дисках, конечно, гораздо бодрее смотрится, чем на 18-х, которые, да, 18-й, по-моему, идут у него в штате Так что вроде бы как мне повезло, и цена хорошая Чуть позже скажу вам, за сколько я взяла, потому что еще поторгуемся, поторгуемся, да В принципе, в целом все хорошо Даже компрессор кондиционера заработал, который вчера не работал Ну, как сказал владелец машины, потому что машина стояла в боксе в теплом И когда сегодня он ее проверил, компрессор закрутился, точнее муфта Так, может открыто? О, нифига себе, мутачка открыта Гляньте, тут еще у меня будет летняя резина Ну так, еще походит Все-таки, как бы, видите, да, двадцаточка Она так-то не очень дешевенькая, поэтому нормик Так, что-то в багажнике Ага, вот так Колеса пипец, конечно, огроменные Почти гайд новая Ну да, в основном Вкратце, плюсы и минусы Самый основной плюс для меня, это ее внешний вид Многим из вас она может и не нравится, но, ребят, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет Следующая, это мощный мотор Едет она хорошо, быстро, подрывисто В общем, динамическая такая, прям, аж хочется прям ездить и ездить на ней Следующая, очень комфортная Да, все-таки премиум комплектация Это сказывается на моих всех эмоциях Из минусов Это большой налог, достаточно большой расход Да, как вы можете видеть, особенно на 20-х колесах 20-е колеса для меня тоже это плюс Ну, еще один минус, возможно, это минус будет, да, выльется в ходе нашей эксплуатации этой машины То, что это дорогое обслуживание, как многие владельцы данной машины говорят Но это далеко не факт Но мы узнаем это позже Ну, а так проверяли, все нормально, да, работало Ты говоришь, даже муфта закрутилась, да? Да Да, ну, включаешь, давайте Ага, но не крутится все равно Видимо, на морозе ему не нравится работать Ну, да Ну, тут все нормально сняли, да? Не по-варварски там? Не, нормально Так, ну вот он, бывший обладатель, да Почему ты купил себе эту машину, расскажи Ну, я всегда хотел купить CFX Ну, мне нравилась с детства эта машина И через полгода ты решил, что все, нахер надо Ну, я что, я хочу добавить и купить другую машину Но... Чем она тебе не понравилась? Зачем ты хочешь, почему ты хочешь заменить на другую? Я не очень хочу платить налог, если честно Я когда месяц проходит очередной Я думаю, что надо заплатить 4 тысячи где-то налог Плюс страховка и того, это просто она у тебя находится И ты пятак отдаешь просто кому-то То есть, как бы, ну, это как кредит, грубо говоря Ага Ну, а налог, давай скажем, сколько? Где-то 40 тысяч рублей в месяц Ну, да, 380 кобыл, да, где-то 40 тысяч В месяц Ну, все хорошо, да, ты говоришь с машиной Все, я буду счастливым обладателем Ну, я не знаю Ну, я не знаю Вот это поворот! Насколько ты будешь счастливым обладателем? Ага Машина 2007 года 178 тысяч пробег написан Вылезти может все, что угодно, как бы Ну, все, заключаем договор и в добрый путь Итак, изначально машина в объявлении висела 620 тысяч рублей Плюс еще был указан торг Описано было все красиво Что двигатель в порядке, ходовка в порядке Все, то есть, отлично После того, как я позвонила владельцу машины Оказалось то, что она билась Билась вот в левое переднее крыло Ну, как он мне сказал Буквально это там Немножко крыло подправили, бампер И все остальное четко Это, наверное, из-за плохого развала схождения Вкачает его Ну, ты саленблоки видела Саленблоки переберешь Я думаю, сколько я звал, нормально все Да нет Ну ладно, ладно, посмотрим Кто Андрея, будь плохим словом вспоминает Ты хоть скажи, что я ее не бил, а? Он ее не бил Я в ДТП на ней не был Он не участвовал на ней в ДТП Это прошлый хозяин Наверное Прошлый хозяин еще сказал Он не крашен А еще он говорил, что Кандей работает А потом оказалось, что он не работает Он потом заработал, вроде, не знаю Еще оказалось, что здесь установлен газ На который документов у хозяина не было Когда мы были на станции Еще оказалось то, что он и травит Машина работала на газу И прям чувствовалось, как хорошенько так пахнет газом Как владелец это считает, что газ это плюс Лично мое мнение, что газ на такой машине Это вовсе не плюс Если эту машину покупаешь для того, чтобы поездить комфортно Понаваливать на ней и получить удовольствие Ну, я тебе честно скажу, я не знаю Ты, короче, разоришься на бензине, я чувствую Разорюсь, да? Ну, 20 литров на сотку Это как бы по городу в нормальном режиме Не овощи, это будет по-любому Гулять-то гулять, как говорится, да? Ну, а газ ставят для экономичности То есть, я считаю, здесь он неуместен Поэтому мы договорились с владельцем машины То, что он этот газ снимет и скинет нам уже 15 тысяч рублей То есть, уже плюс Газ сняли, но колхоз, к сожалению, у нас теперь здесь остался Вот здесь заглушили, да? Как вы видите, винтиком каким-то Здесь тоже самое, хомутом зажали Воздух не пропускает, ошибки никакие не выдает Значит, пока заколхозили, все хорошо Колхоз работает После чего, продиагностировав машину, оказалось то, что еще там много чего Это я говорила в предыдущем ролике Если вам будет интересно, обязательно посмотрите Там, в общем, немного течет рейка, кондиционер, саленблоки Ну, в общем, много-много чего Далее Хозяин рассказал, что еще вырезаны здесь катализаторы То есть, поставлена какая-то труба Ну, в общем, заколхожен здесь глушитель Также он не вварил сюда пламя-гасители И из-за этого, получается, не очень приятный звук Зачем ты катализаторы вырезал, скажи мне? Начало дрынчать Там либо сам выхлоп начал, просто уже сгнил Начало, короче, что-то дебежать Также владельцев X-35, может быть, не только 35-х, может, что и 45-х, скорее всего Кто не следит за панелью, то есть за торпедой Да, это можно наблюдать так, что здесь сдувается кожа Тут есть небольшие вздутия, но не так, как я видела на других машинах То есть здесь еще нормально Ну, это все-таки больное место этих машин Дальше Когда мы подключили разъем диагностический Оказалось, что вроде бы как нету здесь подушек Ну, понимаете, вроде бы как это не может быть Их либо нет, либо они есть Мастер, который проводил диагностику, я думаю, не очень понимает в этой диагностике Раз он дал такой непонятный ответ Но это лично мое мнение В ходе нашей эксплуатации мы обязательно разберем руль и посмотрим, есть ли у нас там подушка Все, завязано, я больше не буду Так, видите, у нас тут нагрелся наш глушак Аж дымится Так, проверяем Все ли остальное у нас в порядке Так, тормоза не дымятся, хотя тормоза здесь плохие И не вывозят Не хватает тормозов Нужно что-то другое Ну, а так, резина не дымится, дымился только глушак Молодые горячие эту машину покупают Ездят на ней там полгода максимум, вот как Андрей А потом все Ну, потому что... Налог, расход Нет, машина кает То есть объем 3,5 двигателей Тебе хватает по городу вполне Стрелку ложил на нем? На этом нет На этом 210 где-то давал Ой, да ладно, 4 Серьезно, я на мотоцикле стрелку положил 2,99 я делал И по итогу всех вот этих минусов Мы сошлись на цене 580 тысяч рублей Итак, что мы имеем за 580 тысяч рублей? Infiniti FX35 в рестайле Кузов S50 Рестайл, кто не знает, да? У нас идет с 2006 по 2008 год У нас машина 2007 Следующий плюс это то, что машина черная Как говорил наш дорогой уважаемый блогер Жорик Ревазов То, что самый брутальный цвет это черный Это огромный плюс Потому что мы с Сашей лично очень любим черный Особенно на 20 дисках эта машина То есть здесь есть и зима И летняя резина нам досталась И плюс к этому ко всему У нас еще премиум комплектация Так что, фамы мои неверующие Если там такие есть Если вы считаете, что это мы дорого купили То залезьте Посмотрите объявления В Ростовской области, в Краснодарском крае Сколько стоят такие машины Я лично считаю, мы очень выгодно взяли эту машину Несмотря на все какие-то там вот эти мелкие минусы Которые есть Даже если Кто-то из вас мне говорит Даже если там что-то с двигателем Там, да? У Миши Яковлева было, что там вкладыши провернуло У кого-то еще что-то На самом деле все зависит от того Как ты за этим двигателем ухаживаешь И что тебе присылает контрактное Лично у меня Есть одна фишечка Так как я занимаюсь контрактными запчастями Я думаю, что сюда двигатель подойдет От Ниссан Скайлайна От Фуги В общем, от любого Ниссана Где стоит двигатель ВК-35ДЕ Но Они немного, возможно, отличаются По электрике Если вдруг мне придется менять двигатель Мы вместе с вами Это все узнаем и разберем В чем же разница двигателя в Инфинити Который стоит контрактный 250-300 тысяч Или с Ниссана Скайлайна, да? Или с Фуги, как я вам сказала Там ценник от 80 до 100 тысяч То есть Как бы разница такая колоссальная Ну Надеюсь Мы с вами с этим не столкнемся Ну а если столкнемся Будет больше интересных видосов Так Ну что, ребят Сбылась мечта Как говорится Я еду уже все За рулем Инфинити Так, не успела я приехать К дому Как Саша отжал у меня машину Первая заправка Фуги С 35-го У нас на вот только вот Гляньте Это полный бак Вышло 73 литра Это боль Я сейчас поеду оформлять Инфинити Ставить ее на учет Точнее менять владельца И у меня здесь стоит Тонировка Как бы пятерочка Видите, да? Тонировочка Это, конечно, хорошо Это, конечно, стиля придает Но, скорее всего, на учет Мне не поставят машину с тонером С такой тонировкой Блин У меня возникнут проблемы Проблемы-то и так возникнут Если остановят сотрудники ДПС Но при постановке на учет Ее не должно быть Да, и мы вчера вечером С Сашей ездили На самом деле Очень неудобно Как-то с этой тонировкой Для меня это Первый опыт Тонированной тачки Поэтому Мы ее сейчас снимем У меня здесь, кстати, съемная Тонировка стоит Поэтому Это будет Должно Все Легко Слезть Надо чем-то подцепить Так Так, одно есть Оказалось даже Просто это сделать Я думала Будет сложней Отлично Так Не порвало даже Видали? А теперь Мне нужно распечатать Страховку Которую я сделала Вчера Через интернет Наконец-то У меня получилось На самом деле Я очень много раз Пробовала делать Страховку через интернет Это первый раз Удачный раз Поэтому сейчас Я ее распечатаю И все Мрео Мчим мрео Ребят, ну что Давайте узнаем Какие Сашины эмоции Потому что все-таки Это была его мечта Как тебе, Саша? Что нравится? Что не нравится? Ну, пока все нравится В принципе Ну, в принципе Я этого и ожидал Вот все, что есть И этого я ожидал Ну, вот, например Я многие пишут Типа 45 Надо было брать ФХ 45 Там просто больше Объем Ну, зато машина Мощнее просто Двигатель Не знаю По-моему Вот этого Достаточно Там, соответственно Налог больше Ну да Все больше А, как бы Смысл особого Они вижу Ну, а внешне Они идентичны Правильно? Единственное У них там, по-моему Крылья, да? Передние Я вообще не увидел Каких-то изменений У них Кроме двигателя Вот именно ФХ 35 И 45 Вот есть еще ФХ 37 37 С Там ВК 37 Двигатель Получается 3,7 Ну, там 37 Тоже Там 333 Лошади Ну, не знаю Она Вроде Как бы Незначительно Отличаются Но Цена У нее Гораздо Больше Не знаю Я не увидел Чем она Там Прям Отличаются Ну, да Ну, не В принципе Все-таки Вот эти башмаки Они как бы Почти на одно лицо Там Какие-то Незначительные Изменения Ну, не знаю Мне хватит И вот этого Поездить Попробовать А там Уже Дальше Видно До меня Кстати Не сразу Дошло Почему Уже Башмак Обзывает Эту машину Ну, мне Потом Пояснил Саша То, что Как бы У нее Вид Такой Как У башмака Итак Я уже Нахожусь В Муреу Чуть Чуть Даже Опоздала Записывала Кстати Через госуслуги Снова У меня Когда спрашивали Настя Ты продалась Там Госуслугам Ну, кто спрашивал Ребят, вы как бы Сами понимаете Кому я продалась Государству Что ли Я просто вам рассказала Поделилась с вами Той информацией Которая очень полезна Сдала документы Получила заявление Да, кстати Что касается Страховки Страховку я распечатала И также распечатала Еще Кританцию Госпошлину Госпошлину Также через госуслугу Оплатила На 30% Дешевле Сейчас распечатала Банк страховки И парень говорит Infinity FX 35 280 лошадей 6 588 Рублей Вышло Да Потому что Когда делаешь Через интернет Сам И у тебя Все получается Прекрасно И небольшие Деньги Вот страховка И вот видите Страховая премия 6 588 Хорошо Что сейчас наладили Всю эту систему И можно без проблем Оформить Полюс Записаться На осмотр Единственное Да Вот сейчас Мне нужно будет Здесь Немножко постоять В очереди Это вообще Ничего страшного По сравнению С тем Какие очереди Вон там На подачу документов Ладно Ждем Надеюсь Осмотр пройдет Гладко Честно сказать Я очень удивлена Как быстро Сорковаться Сорковаться Сдать документы И получить Теперь Право собственности Новую сорку Пришлось часик посидеть Пока распечатают Мне документы Все прошло легко Гладко Непринужденно Так что Теперь Все Можно кататься Уезжаем Уезжаем Кататься Что это Вот это За кнопку На зеркало Я не знаю W Покажи Встречайте Ты меня Чуть на столб Не намотал Мне показалось Я сейчас Как в Туамы Там Клипинг Дубаев От столб Клипинг Что его Такой клип Ведос Я смотрю Столб По-моему Мне вот так По сутылку Порочесал Ребятки Переходите На канал Автомеханик Москва Парень Имеет Свой автосервис Шномонтаж Занимается Ремонтом И восстановлением Машин А также Их перепродаж Кстати Недавно Он выпустил Новое видео Про Матис На автомате Купленный Всего За 45 тысяч Рублей Так что Переходите По ссылке В описании И зацените Редактор субтитров